МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часто ли мы задумываемся, как живут люди с ограниченными возможностями здоровья? Кто их поддерживает и как они справляются с жизненными трудностями? Бурятская республиканская организация Всероссийское общество инвалидов была создана в августе 1988 года. Инициаторами создания организации, где каждый человек с инвалидностью мог бы найти поддержку, друзей, силы и желание развиваться дальше, несмотря на физические или психологические особенности, являются Ржена Будаева и Леонид Санеев, бывший председатель общества. Остались воспоминания Санеева и Леонида Александровича. Они вместе с Рженом Будаевой на Запорожце объехали всю Бурятию. И во всех районах были созданы наши организации. В настоящее время у нас 19 районах организаций. Через спорт, культуру люди с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать себя и свой потенциал. У нас создана федерация, как юрлицо при нашей организации. Мы являемся учредителями, как и наша организация. И я, мой зам, мы как частные лица учредителей. И у нас до 16 соревнований только республиканских проводят. Наши спортсмены выезжают и на российские соревнования. То есть мы проводим свои республиканские соревнования. Есть сборная Бурятии, которая зафиксирована у нас в Министерстве спорта. То есть вокруг спорта мы концентрируем. И люди не только себя реализуют, они прямо вот совсем глаза у них оживают, блестят. И самое главное, они и физически укрепляются, и морально. При обществе создан адаптивный центр, где ведется подготовка по перспективным видам спорта для участия в международных соревнованиях. Наши спортсмены занимают призовые места на спартакиаде Сибири среди лиц ОВЗ, парасибирята, а также входят в сборную России по паралимпийским видам спорта. Все началось еще с конца 90-х годов, когда началось это инвалидное движение, и стали проводиться спортивные соревнования среди инвалидов по различным видам спорта. Теннис, жим, лежа. И вот я этим тоже делом увлекся. Ставал на соревнованиях и потом стал тренировать ребят от инвалидов, ну и не только всех желающих, вот в этом зале. И вот так все и началось в 2000-е годы, продолжались эти соревнования, спартакиады. Мы даже участвовали в всесоюзных, межрегиональных соревнованиях. Не только лица с ограниченными возможностями здоровья, но и обычные граждане посещают секции Сергея. Сейчас порядка 120 человек являются его воспитанниками. Нагрузка дается в меру и в соответствии с особенностями инвалидности воспитанника. Сергей прописывает программу занятий, находя индивидуальный подход к каждому. К сожалению, от инвалидности никто не застрахован. Кто-то с ней рождается, а кто-то приобретает в течение жизни. Но благодаря работе таких общественных организаций особенные люди раскрываются, демонстрируют свои знания, умения и навыки, обретают поддержку единомышленников и друзей. А самое главное, от них веет добротой и энергией. Невольно сам начинаешь анализировать свое отношение к жизни и любить, ценить абсолютно каждый ее момент.